Волгодонск, здравствуй! Меня зовут Антон, я здесь живу, я здесь родился, и я хочу прокомментировать очередное и точно не последнее кулуарное решение администрации города о вырубке лесонасаждений, благоустроенной силами местных жителей рощи, перевода ее из зоны сквера в разряд частной собственности. Ситуация, как я понял, повторилась один в один, как в прошлогоднем случае вырубки рощи по улице Морской. Некто решил, что в бюджете города не хватает денег, по зарплату ли администрации, премию ли руководителя, изыскал ценный участок земли, какая нелепая досада, с имеющимися на его территории лесонасаждениями, несущими ценность для густонаселенного микрорайона, сменил статус земельного участка по букве закона, оповестив узкий круг читателей об общественных слушаниях в газете «Волгодонский вестник», которую мало кто вообще в глаза видел, попробовали бы это сделать в блокноте, и выставил на продажу, игнорируя вполне очевидный непосредственный ущерб для сотен жителей города. Кто виноват и что делать? Что виновата и кому исправлять? Российская Федерация – достаточно богатое государство в мире, но есть одна проблема, по версии высшего руководства страны. Денег нет, но вы держитесь. Город Волгодонск достаточно солидный по отчисляемой налоговой базе в общий котел, но держаться приходится и горожанам. Дефицит средств приводит к тому, что приходится идти, заметьте, на еще даже не самые крайние меры. К тому же, после предшествующих повышений налогов, штрафов и цен на все и вся, продажу крупных общественно значимых участков земли, на которые ранее рука бы не поднялась у местных чиновников, меньше поднаторели, да и личной ответственности при текущей политической ситуации у них нет. Так кто же лично виноват в данной ситуации? По моему личному мнению, непосредственно народный депутат этого микрорайона, на которого была возложена обязанность народом руководить данным микрорайоном, в том числе вовремя извещая свой электорат о грядущих изменениях в жизни района. Судя по этапу развития ситуации, земля уже была отдана в аренду на момент оповещения жителей. Он стал неправильно выполнять свою обязанность, заключенную в сохранении и приумножении благополучия района, по вине своего бездействия в ответственный момент, либо умолчания как пособничества произошедшему, или, что самое худшее для народного избранника, в своем корыстном интересе, самого дурного толка, украл на копейку ущерба народу. Что делать жителям? С учетом того, что в данный момент закон на стороне одного застройщика, а справедливость все-таки на стороне сотен жителей, то необходимо проводить активные мероприятия по защите своего полисадника, проводить пикники в тени своей рощи, активно ее используя по назначению, привлекать жителей других районов, которые в ближайшем будущем столкнутся с аналогичной проблемой. В первую очередь жителей улицы Морской, по которой проходит обширная зона лесонасаждений, скверов и парков. Поднимайте в общем скандал и хайп, требуя от администрации отменить контракт на строительство капитального здания и придание своим деревьям на территории своего района защитного статуса сквера. На этом пока все. Свои контакты оставлю в комментариях к видео. Также повторюсь, пусть закон хоть и не на нашей стороне, справедливость на наш. Так что не все потеряно, еще терять и терять.